Доброе утро! Все ли завтраки одинаково полезны и все ли продукты стоят есть с утра? Об этом решили мы узнать у профессионала. Иван, здравствуйте! Расскажите нам, что стоит есть утром и вообще, что мы будем готовить сегодня? Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить полезный завтрак на основе кучи зелени, без дрожжевого овоща, орехов кешью, которые препятствуют отложениям холестерина и так далее. Борются с ним зеленым луком, переплениваем яйцем, ну что-то такое. Ну что нужно нам сделать? Нам необходимо размельчить зелень, скрутить небольшие такие рулетики из овоща и чуть-чуть их обжарить. В принципе, ну подходит любая зелень, которая, так скажем, нравится по вкусу. У нас сегодня петрушка и... Петрушка и зеленый лук, да. Ну, чем больше зелень, тем лучше. В принципе, она термически не успеет обработаться, поэтому как бы большинство полезных веществ останется в ней. Мы берем рассольный сыр. Добавляем туда зелень. Нарезаем все приблизительно одинаково, чтобы помельче было. Да, ну просто для того, чтобы было удобнее распределять. В принципе, это несущественно. Можно вообще не навязать. Кому как нравится. А этот завтрак можно и как закуску подавать, так понимаю, да? Можно дополнительно каким-то другим блюдом? Да, вполне как горячая закуска. Как дополнение к чему-то большему. Ко вторым блюдам и так далее. И сворачиваем, как блины. Да, 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 абсолютно верно. На самом деле, все очень просто. И быстро. Что требуется утром, во время завтрака, когда не все проснулись? Яйца. Яйца, да. Вам все. Мы ставим сковородочку и обжариваем слегка с двух сторон эти рулетики на оливковом масле. Итак, масло разогрелось, и мы можем приступать к обжарке наших рулетиков. Пока у нас есть время приготовить к ним соус на основе японского майонеза. Ну, его отличие в том, что он соевый. Зеленого лука, острые приправы кимчи, томатно-перечные. И целый соус чуть-чуть. Соответственно, нам нужно примерно равные доли. А по вкусу соевый майонез, он такой же от обычной? Нет, он чуть-чуть отличается. Он ближе к соусу, чем к стандартному майонезу. Соответственно, кимчи мы можем добавлять меньше или больше, в зависимости от любви к острому. А кимчи-то своеобразный к кетчупу, только острый, да, очень? Нет, это получается ближе к аджике. То есть это томатная, перечная такая специя. Нужно проверить, все ли в порядке. Можно обжаривать в зависимости от любви людей к более зажаристым или менее. Мы добавляем чуть-чуть соуса и просто аккуратно перемешиваем. До образования равномерной структуры. Откуда появилась идея вот такого соуса? Или это есть рецепт? Рецепт-то нет. Все, на собственном опыте. Я думаю, что это будет вкусно. Просто на самом деле, как бы майонезная основа чуть-чуть острого. Опять-таки, здесь много зелени. Поэтому это будет неплохо сочетаться. Мы можем также напополам разрезать один из данных рулетиков. Чем мы сейчас и займемся. Много зелени и сыпь, как, в принципе, и планировалось. Самое важное, что у нас достаточно много витаминов в этом завтраке, что, собственно говоря, и нужно. И он достаточно легкий, так как с утра не хочется тяжелой пищи какой-то. Можно было бы стейк, в принципе, съесть. Но надо работать, можно заснуть. Орешки. Что мы с ними делаем? Орешками мы просто украшаем. Для приготовления блюда вам понадобится лаваш без дрожжевой, шпинат, петрушка, сыр рассольный, орешки кешью, лук зеленый, яйца перепелиные, майонез, масло оливковое, соус кимчи, соевый соус. Ну вот, наш завтрак готов. Обязательно попробуйте этот рецепт. Я думаю, вам обязательно понравится. Приятного аппетита и хорошего дня!